Вид, друзья, конечно, отсюда классный. Двора здесь практически нет. Сейчас идет очень сильный откат назад. Пешая доступность до станции метро, наверное, достаточно дорого. Потому что сами представляете, какое идет давление. Но что тут сказать? Будем ждать отзывы от жильцов. Но хуже, чем сейчас, не было еще никогда. Просто очень дискомфорт стал. Проживание здесь, на Васильевском, уже, думаю, не поролевать. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Дворец первого губернатора Санкт-Петербурга Александра Данииловича Меньшикова был возведен на Васильевском острове в 1710-1720-х годах по проекту архитекторов фонтана и шеделя. Дворец Меньшикова – это первое каменное здание на Васильевском острове. Освоение территории Васильевского острова началось в середине 1710-х годов, когда у Петра Первого возник план создать на острове город, подобный городам Европы – Санкт-Петербург. По проектам, разработанным в 1716-18 и 1720-х годах архитектором Трезини, распланирована сеть параллельных улиц-каналов и пересекающих их проспектов, ставшая основой дальнейшей застройки. Хотя от идеи улиц-каналов позже отказались, эти улицы по-прежнему называются линиями. Линии пересекают проспекты Малый, Средний и Большой. Васильевский остров окружает река Нева и Финский залив. Остров с сушей объединяют мосты. Самый известный – мост Дворцовый. А с постройкой моста Бетонкура Васильевский остров хорошо разгрузили от пробок и невозможности попасть домой, когда разводят мосты. Генеральный план развития города, утвержденный в 1966 году, предусматривал выход жилых районов города к морю и создание архитектурного ансамбля на северо-западной оконечности Васильевского острова. Путем намыва грунта был значительно поднят уровень подвергавшихся затоплению территорий еще в советские года. На данный момент на Васильевском острове мест под застройку практически не осталось. Самая большая стройка на намыве. Меня зовут Игорь Пирогов. Я хотел бы рассказать в двух словах про юридические аспекты вот этой уникальной истории для России, которая называется «Северный и Южный намыв», потому что история действительно уникальная. В России таких огромных намывных территорий я лично не нашел, хотя мы тут перелопатили много государственных экологических экспертиз по этому поводу. Это у нас западный скоростной диаметр, который граничит с старым Васильевским островом и намывными территориями. На данный момент есть пешеходный мост. И есть мост не только для пешеходов, но и для автомобилистов. Здесь, друзья, две полосы. И вот если мы увидим такую же аварию в часы пик, то это будет огромная пробка. Чиновники считают, что у меня есть письма даже с собой господина Линченко, что это инженерная подготовка территории. Это некий мифический процесс, который позволяет не проводить государственный строительный надзор над этой деятельностью. Это очень важная информация, потому что у нас есть письма, которые подтверждают, что государственный надзор не производился на южной части, на мыло 200 с лишним гектар, и сейчас он не производится. То есть, простыми словами, застройщик делает так, как он хочет. Да. Компания Тиранова, которая владеет некая кипрская компания, которая на самом деле владеет правами на намыв, и которая каким-то мифическим документом передала их ЛСР для последующей застройки. К чему это привело? К тому, что на южном намыве, намыв это что такое? Это вот здесь 12 миллионов кубометров песка и каменная наброска, которая окружает этот песок для того, чтобы песок не размыло, не унесло тут ведь течениями и водой. Соответственно, эта каменная наброска по нашей терминологии, то есть и Ростехнодзор на самом деле с нами согласен, это берегоукрепление. Берегоукрепление – это объект капитального строительства, на который до начала работ получается разрешение на строительство и оформляется декларация безопасности. И после того, как все оформлено, этот объект попадает в реестр. Вот здесь ЛСР вместе с прокуратурой, мы лично с ними разговаривали, вместе с Линченко говорят, это некие временные берегоукрепления. В ноябре прошлого года, после нашего второго, третьего или пятого запроса, наконец-таки Ростехнодзор выехал, и они обнаружили берегоукрепление. Вот эта каменная наброска вы наверняка там были, видели, где можно переломать себе ноги, и ровно на ней, недельки, сколько, полторы назад, двое ребят там утонули. К сожалению, почему? Потому что собственника у этого некого объекта, мы это называем гидротехнические сооружения, нет. Только сейчас там появилось ограждение к воде, а до этого любой мог по этим шатающимся камням попытаться дойти и так далее. Вот дети, по нашей версии, погибли именно из-за того, что им был доступ к этой системе. И здесь обратите внимание, как выглядит стихийная парковка автотранспорта. Парковаться здесь негде. Вот сейчас, друзья, воскресенье, и времени у нас 15 часов 36 минут. Обратите внимание, какой большой поток уезжающих и въезжающих на намыв автомобили. Все едут, естественно, не быстро, потому что дороги убиты уже, как только ты сюда заехал. Для меня, конечно, странно, что вот есть такое место, где должна быть зеленая трава, кустарных деревьев. Но кроме грязи здесь почему-то больше ничего нет. Очень странно, конечно, видеть в новом районе такие убитые дороги. Все в грязи, все в пыли. Впереди видны пулевые бури. Конечно, это не очень-то считаю и хорошо. Поставили для того, чтобы не парковались. Здесь вечером, друзья, все-все-все забито машинами. У ЛСР только государственная экологическая экспертиза является документом, который разрешает нам эту деятельность. Мы судимся уже больше года, оспаривая то, что государственная экологическая экспертиза сделана с огромными нарушениями. Для того, чтобы этот суд, мы начали его 1 февраля прошлого года, еще судились 8 месяцев, чтобы получить документы у ЛСР, на основании которых получена государственная экологическая экспертиза. Внутри зданий царит своя атмосфера. И так вот смотришь на это все и думаешь, да вроде так и ничего. Но как только ты выходишь за калитку своего двора и своей квартиры, то вот такое песчаное поле. Здесь здорово, конечно, когда у тебя есть собака, она тут может везде бегать, прыгать. За ней можно, в принципе, даже и не убирать. 150 тысяч ходок с карьеров они должны сделать. И этих грузовиков, и их загрязнение, платы за окружающие среды, их нет в государственной экологической экспертизе. Против проекта, но там были все, кто за. И мы тут проверили, оказалось, что 70% людей, у них по телефонам они проходят как сотрудник ЛСР. То есть и ЛСР там эту деятельность уже больше года ведет, на самом деле, а фактически никакого разрешения у него на эту деятельность нет. Вторая очередь, краны, вот девчонки ездили, посмотрели, они уже убрали. А школу там не строите, хотя там по плану должна быть школа. Потому что у нас многие местные чиновники, там Чебыкин, там все кричали, что вот ЛСР молодцы, они строят вместе с инфраструктурой дома. Вот как-то не похоже на то, что они за то время, которое осталось. Можете съесть, потом посмотреть, построят они школу, не построят. А третья, четвертая очередь, у них также вот до Golden City идет квартал ЛСР. Сейчас там стройка не ведется. И похоже, не знаю, там вам, экспертам, виднее, но как-то на рынке недвижимости новые проекты, похоже, не возникают. Они там не строят ничего, как бы котлована никакого нет. И непонятно, будут они строить там или не будут. Марьяна может сказать, что на своем опыте, что у нас поликлиники все построены в советские годы, школы все построены в советские годы. А с этого момента вот у нас тут жители не поленились, по открытым данным посчитали всех жителей Васильевского района. И выяснилось, что у нас по открытым данным 236 тысяч, вот мы живет, они не считают жителей намывов 100%. И для чего они это делают? Потому что нормативы у них все портятся. Губернатор говорит президенту, что у нас 100% доступность, а по цифрам у нас 22% дефицит детских садов и школ. Это причем такая серьезная глобальная проблема для города. То есть по нормативам, которые сами же они и приняли, не мы придумали, причем они хуже немножко, чем советские, насколько я знаю. Во-первых, социальные объекты должны строить город. Это раз, они застройщики. Застройщики возводят жилые дома, продают их. Город, конечно, может их обязательно сказать, что я вам выдам разрешение, если вы построите школу и детский сад. Я считаю, что намыв с точки зрения стран, в которых территории не хватает, это безусловно добро. А здесь что получат жители всех этих домов от намыва? Я лично не понимаю, в чем их... Ну как же, вот вы уже затруднили вопрос, например, о социальных объектах. Мест в школах, в садах их нет. Поликлиники забиты. У меня родители живут на Васильевском. Папа пошел в поликлинику, ему дали номерок через полгода. Мы уже сейчас вот хуже, чем... В этом году я каждый год обращаюсь в поликлинику, ну, прохожу там определенные обследования. Но хуже, чем сейчас, я была еще никогда. Я ходила в поликлинику, спрашивала в регистратуре. Они сказали, да, у них остался там один хирург, один невролог, один... Один на всех. Один на всех. Один докринолог. Но, видимо, врачи тоже, я так думаю, не выдерживают такую нагрузку. До момента, пока ты пройдешь все обследования, вернешься с ними обратно к врачу, ну, наверное, полтора месяца это хорошо все пройдет. Ну, то есть, жизнь, как я уже тоже писала в наших соцсетях, жизнь нас, жителей Васильевского острова, ухудшилась в разы. Десятки прям. Сотни, я бы сказала, разов. А из-за чего она ухудшилась? А из-за того, что у нас перенаселение уже острова, из-за того, что не строится, ну, на Южном Намыве, в частности, на данный момент, никаких социальных объектов структуры. Ну, и, соответственно, мы также подразумеваем, что на Северном Намыве будет вся та же история. Впереди мы с вами видим пылевые бури. И для меня, как для петербургца, очень странно, что после зимы я на протяжении уже нескольких дней просто не вижу технику, которая убирает грязь и песок, высыпанная дорожниками за зимний период времени. У самой двое детей я это прекрасно понимаю, что, значит, таскать каждое утро там, особенно по нашей погоде, детей в садике и в школы практически там через весь Намыв к остановке около Прибалтийской, потом еще везти там куда-то, ну и так далее. В первых проектах на Намыве квартиры предлагали очень занедорого. с отделкой чистовой, с мебелью и даже техникой. И никто не хотел здесь их приобретать. Прошло время, в маркетинге придумали новый план и стали покупать. Я не говорю о том, что намывные территории – это плохо, но считаю, что нужно все делать с умом для того, чтобы людям, которые здесь приобрели недвижимость, было комфортно здесь жить. Мы как бы были старшие поколения, уже все эти разные этапы нашей жизни прошли. И я считаю, что сейчас идет очень сильный откат назад, очень сильный откат назад. Я не говорю про то, что у нас закрыли выход к воде полностью. То есть нам, жителям, уже деться некуда. А вот какая сейчас идет тенденция, да? То есть в прошлом году закрыли у нас здесь выход к воде, куда приезжало очень много людей, горожан, даже после работы очень удобно, да, приехать, отдохнуть. То есть, в общем-то, нас, жители, лишили вообще всех возможностей хоть какого-то отдыха. Вот то, что у нас сократилось, нам совершенно, я как человек-владелец собаки, просто негде стало гулять на самом деле. То есть у нас настолько сокращаются все скверы, сады. Ну, это раньше мы гуляли здесь, здесь все закрыто. Я, кстати, помню, как в этом каскаде продавали квартиры, говорили, ну, вот все, видовая квартира с видом на финский. Строили следующую, следующую, следующую. А сейчас, если посмотреть, у них прекрасный вид на кат и на мыф. Да, просто очень дискомфорт стал. Вот проживание здесь на Васильевском уже, думаю, не пора ли. Везде ведут стройки, вы понимаете, то есть гулять вообще, ну, ужас. С детьми выйти погулять, вот в этой пылище подышать. Район у станции метро Приморская застраивался в советские годы. Есть и новостройки, но их достаточно мало. Сегодня у станции метро Приморская возводит свой проект застройщик страна-девелопмент с коммерческим названием «Дом на Васильевском». Застройщиком комплекса выступает общество с ограниченной ответственностью страна Беринга с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Но строят не сами. Есть генподрядная организация со штаб-квартирой Свердловской области. Это Екатеринбург. Жилой комплекс «Дом на Васильевском» возводят на участке земли вдоль реки Смоленки в 6758 квадратных метров, что соответствует 0,67 гектара или 67 соткам земли. В проекте на данном участке строят жилой дом на 244 квартиры, многоуровневый паркинг на 174 машиноместа и 42 машиноместа на территории комплекса и одно коммерческое помещение в 95 квадратных метров. Так как площадь застройки совсем небольшая, застройщик сделал детскую площадку в два уровня. Когда сдадут дом, конечно, мы посмотрим, как это будет удобно и практично в жизни. Ближайшая станция метро к комплексу Приморская. До нее 700 метров. Квартиры в комплексе представлены от студии до трехкомнатных квартир. На момент съемки видео однокомнатную квартиру можно приобрести от 12 миллионов 800 тысяч рублей. Вы всегда мне можете написать в соцсети и уточнить стоимость и наличие квартир. Квартиры застройщик будет передавать с предчистовой отделкой. Высота во всех жилых помещениях 2 метра 90 сантиметров. А на 12 этажах будут располагаться мастерские художников. Согласно данных квартирографии, студии и однокомнатные квартиры займут 41% от общего числа квартиры. Двухкомнатные квартиры 41% и трехкомнатные квартиры почти 17%. Вот это я понимаю. Нормальная, хорошая квартирография. Так как рядом здесь в большинстве это советская застройка, здесь достаточное количество детских садов и школ. Так, в детском саду номер 4, согласно официальных данных от соцучреждения, вакантных мест нет. В детском саду номер 16 4 вакантных места. А в детском саду за номером 8 с местами намного лучше. Но учитывая, что рядом большое количество новостроек, возможно не все попадут как хотели бы. В школе номер 15 есть вакантные места, а в 19-й школе вакантных мест нет. Друзья, мы с вами понимаем, что Васильевский остров не резиновый. Школ, детских садов, поликлиник и больниц больше, к сожалению, не становится. Согласно утвержденного постановления главного государственного санитарного врача, расстояние от соцобъектов до жилых построек не должно превышать 500 метров. В условиях стесненной городской застройки и труднодоступности не более 800 метров, а для сельской местности километр. Если это требование не соблюдается, то для обучающих положено организовать транспортную доступность до соцобъекта и обратно. Васильевский остров всегда привлекал и будет привлекать своей близостью к центру. Да и в принципе это уже давно центр города. Все ходят по большому и по маленькому, а жители Васильевского еще и ходят по среднему. Рассматривая проектную документацию застройщика, я увидел, что застройщик постоянно вносит изменения в проект для его усовершенствования и улучшения. А теперь, друзья, слушайте внимательно. Такого вам ни застройщик, ни риэлтор не расскажет. В пробах, взятых на участки земли, превышено содержание мышьяка, кадмия, меди, свинца, цинка, бензопирена и нефтепродуктов. По содержанию химических веществ пробы грунта относятся к опасным. Почва на территории для размещения объекта не соответствует действующим государственным санитарным правилам и нормам. Также был произведен отбор воды и донных отложений из реки Смоленки. Выявлены превышения содержания кадмия, меди, свинца, цинка и бензопирена. Это все я прочитал из экспертизы проектной документации застройщика. И чтобы не быть голословным, экспертизу я закрепил в своем телеграм-канале. Так что заходите и смотрите. Также указал номера страниц, где написано то, о чем я вам сказал, друзья, выше. Также из особенностей проекта это стены в соседнем квартирам. Часть из них выполнена из монолитного бетона в 16-18 см толщиной, а часть из камня. Тут кому как повезет, если, конечно, вы изначально не озадачитесь этим вопросом при выборе и приобретении квартиры. Проектом вентиляция предусматривается приточно-вытяжная. Про звукоизоляцию эксперт написал. Читаю дословно. Откорректированы конструкции внутренних стен и межэтажных перекрытий с учетом требований звукоизоляции. Но что тут сказать? Будем ждать отзывы от жильцов. Сейчас мы с вами наблюдаем, друзья, монтаж фасада в жилом комплексе «Дом на Васильевском». На своих экранах мы с вами видим систему вентилируемого фасада. И видно, что утеплитель к стенке прикреплен качественно. Нигде не видно каких-то разрывов между утеплителем. Да и фасад, обратите внимание, какая большая и крупная плитка. Смотрится по мне достаточно красиво. Вот там у нас расположено Смоленское кладбище. Дом на Васильевском. И здесь, конечно, у тех жителей, кто выберет квартиры с выходом окон на реку Смоленку и вот на такой небольшой парк, здесь, конечно, вид достаточно красивый. Сам комплекс, я бы сказал, что даже смотрится интереснее, чем на рендерах вживую. Видим, что плитка ровная. Я вот пока не вижу, что где-то что-то у них не то. Видны выводы под будущую подсветку. Красиво сделан плинтус. Ну, смотрится все неплохо. Это пешеходный мост. Я еще помню те времена, когда этот мост был деревянный и стоял на таких металлических опорах. И, если не ошибаюсь, в советской, либо уже в постсоветское время его сделали вот таким, полукруглым. Это набережная. Если здесь обратить внимание, то набережная усилена для того, чтобы не было сползания грунта. Потому что, сами представляете, какое идет давление на грунт при строительстве дома. Тем более, здесь достаточно плотная застройка. Жилой комплекс дом на Васильевском. Смоленское кладбище вот там виднеется. И станция метро Приморская. Вот прямо вот за этим зданием. 700 метров. Легкая пешая доступность через пешеходный мост. Как я уже говорил ранее, с строительством и сдачей моста Бетанкура транспортная доступность стала намного лучше. Нет таких пробок, как это было раньше. Но вот не знаю, застройщик уделит ли внимание набережная, либо, возможно, город что-то с этим сделает. Пока это, конечно, жалкое подобие набережной. Остекление холодное от застройщика выступающих конструкций балконов. И мы видим паспорт объекта. Первый и второй этапы строительства. Жилой дом и многоуровневый паркинг. Рядом доходятся давно сданные дома. О, Господи, там видно, что был пожар. Ничего себе. Расстояние, кстати, достаточно большое. То есть, на эти нет такого, что как-то бы это давило. Но, конечно, основной вопрос это к паркингу, который многоуровневый. Но, с другой стороны, я понимаю, что здесь делать подземный паркинг, наверное, достаточно дорого. Потому что нужно делать качественно гидроизоляцию, а не каждый застройщик, к сожалению, это может сделать. Здесь, конечно, меня радует, что небольшое количество квартир, пешая доступность до станции метро, красиво смотрящийся фасад и вот такие угловые окна. Круто. А вот здесь как-то мне не очень нравится, как смонтировал застройщик, утеплитель. А вам, друзья, здесь как? Отсюда мы, друзья, с вами видим двор. Ну, если это можно так назвать, потому что двора здесь практически нет. Вот эти два яруса, где будет детская площадка. Сверху мы видим, что сделали спортивную площадку. Ну и, конечно, те, кто купит квартиры с выходом во двор, особенно вот это угловое здание. Тут, конечно, по ощущениям будет всегда такой, знаете, полумрак. Да, двора просто нет. С высоты соседнего здания открывается панорамный вид на город. Видим Петроградку, кладбище, церковь, которая на кладбище. И другие достопримечательности и вид, конечно, классно. Вот 12 этаж, там, конечно, будет крутой вид на город, вот туда в сторону кладбища. Особенно вот этот сектор, у кого будут выходить окна. Вот обратите внимание, друзья, как сделал здесь застройщик. Здесь два ряда, получается, для детской спортивной площадки. Вот они мы видим. И здесь сделан для того, чтобы была лучшая инсоляция. Видите, раз такой получается. Проем 2 и 3. Соответственно, для того, чтобы свет поступал вот туда, на первый этаж. Который надстроен вторым, чтобы хотя бы там был свет. Отсюда мы видим тоже, что заканчивает уже, в принципе, вентилируемый фасад. Не так-то и много ему здесь осталось работать. Видны красивые окна. На первый взгляд смотрится, знаете, ну очень так все красиво. Они еще затянули вот такой синенькой пленкой. И смотрится, по мне, достаточно атмосферно. На крыше, конечно, здесь еще пока бардак. Понятно, да, что строительные работы. Смонтированная вентиляция, выпуски отработанного воздуха из дома. Ну вот, вроде все не очень даже плохо. Расстояние от дома меня радует. Меня, например, лично никак, никаким образом не напрягает то, что здесь рядом находится дом. Но, конечно, жильцам соседнего дома, когда его здесь не было, они видели реку и видели парк. Конечно, для них это было намного-намного выигрышнее. Цена, конечно, этих квартир сейчас стала чуть меньше из-за того, что стал совсем иной вид. Если бы я себе бы выбирал квартиру на Васильевском острове, я бы рассмотрел либо старый фонд, либо, соответственно, дом на Васильевском. Потому что, считай, здесь просто суперское место. Здесь и зеленая зона, и своя набережная у реки, и недалеко до Финского залива. И самое классное, что в шаговой доступности станция метро. А это всегда недорого, и быстро можно доехать до конечной Вашей остановки. Если рассматривать транспортную доступность, то здесь, в принципе, я никогда не видел станции метро Приморская пробки. Обычно там небольшое скопление машин как раз у светофора. Вот отсюда уже виден мост Бетанкура, видна застройка, большинство, которое застроил Сеттл Групп. Соответственно, выехали и поехали, куда вам, соответственно, нужно. Либо через центр, потому что здесь и Петроградка, и Эрмитаж. Все, можно сказать, в шаговой доступности. Вот, кстати, помню, впереди стадион. Вот я там, помню, занимался в детстве хоккеем. А вот один из классных проектов на территории Васильевского острова. Юитовский дом. Вот такие планировочные решения и квартиры. Но без паркинга там тяжело, потому что машины стоят по обе стороны дороги. Да, вид, друзья, конечно, отсюда классный. Особенно будет у жителей последних этажей. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok